Россияне живут и не знают о скором надвигающемся на них счастье. Благодаря поправкам, внесенным в Госдуму в закон о гражданстве Российской Федерации, в скором времени вполне каждый бывший гражданин СССР, равно как и его потомок, могут претендовать на статус гражданина России. Наши парламентарии отзывчивые ребята. Сначала приняли закон о мигрантах, позволив заработать коррумпированным чиновникам, а теперь решили вернуть долги тем, кто столь щедро платил. Деньги взад возвращать у нас не принято, посему найден оригинальный выход. Просто легализовать понаехавших гастарбайтеров, щедро раздаривая российское гражданство. Наша доблестная Государственная Дума собирается принимать очень такие, скажем, специфические поправки в закон о гражданстве. По которым право на гражданство будет не только у народов, традиционно населяющих территорию Российской Федерации, русских и прочих остальных народов, которые здесь живут. Но и, в принципе, у любых народов, которые живут на территории бывшего СССР и вписались в гражданство этих бывших республик даже в последнее время. То есть, если, допустим, в Таджикистане легко может прописаться пакистанец или афганец, то теперь он на правах, если пройдут эти поправки, он точно так же может смело вписаться и в российское гражданство, при этом не теряя своего таджикского гражданства. А вы тогда не сможете стать гражданином Таджикистана, например, благодаря этим поправкам? Ведь это же здорово, двойное гражданство. Я думаю, что Государственная Дума, как бы сказать, об этом, как бы сказать, пока еще не обеспокоилась. Ну, возможно, если таджикистан соблаговолит, как бы, да, в ответ, как бы сказать, тоже пойти на такой бонус для России. Но я думаю, что очень много российских граждан не давно уже мечтают стать гражданами Таджикистана. Это будет настоящая политика замещения населения. Помимо миллионов новых граждан мы получим огромное количество проблем. Это будет огромная нагрузка на социальную инфраструктуру, конкуренция рабочих мест среди наших коренных населения и вновь прибывших. Что на самом деле мы прекрасно понимаем, какие люди сюда поедут, какие люди станут нашими новыми соотечественниками. Это те же, которые сейчас составляют основной массив гастарбайтеров. То есть это абсолютно неквалифицированные, необразованные люди, которые по большей части везут сюда наркотики, которые, собственно говоря, не заинтересованы в интеграции в российское общество. То есть это будут абсолютно чуждые люди. И это, возможно, новые косовские сценарии. Потому что если посмотреть на то, что сейчас заявил комитет по делам национальности Госдумы, они хотят направить самый большой миграционный поток до 50 миллионов, как они сами это говорят, в Сибирь. То есть это будет новая политика заселения, которая потом может образовать новые государства. Для России это будет конец. Вряд ли новыми поправками воспользуются эстонцы или латыши. Им хоть и нелегко живется, но в путинскую Россию совсем не хочется. Другое дело азиаты, осчастливившие Россию своим ратным трудом. Эти трудяги легко приедут сюда целыми аулами и кишлаками, заместив собой все, что двигалось и ворчало на власть. Они послушны, безмолвны и весьма удобны. Прямо не граждане, а чистое золото. По-настоящему гражданином человека делает не паспорт, не бумажка. Гражданином с большой буквы человека делает факт интеграции в культурное пространство того общества, членом которого он хочет стать. Паспорт же является лишь формальным документом, удостоверяющим уже состоявшийся факт этой интеграции. И признание этого человека общества в качестве своего. Если этого признания нет, то этот паспорт, по сути, превращается просто в Филькину грамоту, и он является нелегитимным. И таким образом мы обманываем и коренное население, которому подсовываем новых, в кавычках, соотечественников. И мы обманываем самих этих новых соотечественников, потому что общество не признает их своими. И это неизбежно, рано или поздно, это закладывает потенциал конфликта, который рано или поздно будет реализован, как сегодня во Франции, например. А почему вы не верите в то, что приезжие не захотят ассимилироваться? Очень простая причина, чисто математическая причина. Культурная интеграция инородцев, даже относящихся к другим расовым группам, этническим и культурным, она, в принципе, возможна. Но при одном условии, при условии определенного наличия численного паритета, то есть их ограниченности. Потому что, как показывает опыт разных стран, интеграция инородцев, возможно, при случае, если их процент не превышает, где-то 5-7 процентов, от 7 до 10, это такая уже красная зона. Если этот процент превышает 10 процентов, интеграция невозможна, потому что, что такое, по сути, интеграция? Это вынужденный факт принятия чужой культуры. Если человек не принимает чужую культуру, он становится белой вороной, и он вынужден интегрироваться. Если у человека здесь уже складывается такая диаспора своя, в рамках которой он может быть самодостаточным, дружить, выходить замуж или жениться, ему интеграция, в принципе, становится без надобности. То есть минимальная, чуть-чуть подучить язык и все. И, по сути, такое общество, оно уже превращается в раковую опухоль, в нацию внутри нации, структуру внутри структуры, которая работает не на интересы государства, а на свои собственные интересы, используя при этом как бы общий ресурс. И сейчас в данный момент вот гастарбайтеры приезжают, подметают дворы, они что, не интегрируются? Конечно же нет. Я причем не против того, чтобы здесь жил и работало определенное количество приезжих, если в них действительно есть необходимость. Но этот вопрос в том, насколько адекватна эта цифра. Ведь, насколько мне известно, квота у нас порядка двух миллионов сегодня. При этом, по неофициальным данным, у нас находится больше десяти миллионов в стране. Это первое. И, во-вторых, ни одно дело, когда они работают, но почему им при этом нужно давать гражданство, то зачем? Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт, «Солнце русской поэзии» тоже был из понаехавших. Но другой вопрос. Именно Пушкины приедут к нам в Россию и станут россиянами? Или все-таки нет? И кто даст гарантию, что это будут великие Пушкины? Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, телеканал «Политвестник ТВ». Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, телеканал «Политвестник ТВ» «Политвестник ТВ» Продолжение следует...